Дорогие команды, назовите, пожалуйста, отрицательное качество Александра Васильевича Маслякова. Поверьте на слово, оно есть. Но. Александр Васильевич, не подсказывайте. Сохранился? Сейчас мы узнаем у молодости, какое отрицательное качество Александра Васильевича Маслякова. Он слишком добрый. Не смешно. Еще. Назовите, пожалуйста, отрицательное качество Александра Васильевича Маслякова. Такого не может быть вопроса в эфире. Может, 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 может. Так, еще вариант. Назовите отрицательное качество Александра Васильевича Маслякова. Что, рассказать? Всем рассказать сейчас? Взять и рассказать, что ли, все? Ну, я надеюсь, ведь есть своя версия. Конечно, есть. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, как будто он меня спрашивает. Назовите отрицательное качество Александра Васильевича Маслякова. Поверьте на слово, оно есть. Ответ. Идеальный во всех отношениях человек. Не знаю, отрицательное качество или нет, но очень сильно не любит подхалимов. А что, имеет право красивый человек. Я люблю получать подарки, поверьте на слово. Вот тебе, Эппл, на. Недавно казахи высадились на солнце. А что вы знаете о казахах? Азигэ. Оу. Поверь на слово. Недавно казахи высадились на солнце. А что ты знаешь о казахах? Что мы обманщики. И еще. Лучшие мультфильмы советские. Но в них нас всегда удивляло три вещи. Почтальон летом в шапке — это раз. В мультиках про хоккей «Все на одно лицо» — это два. И ремонт машины отца дяди Федора в однокомнатной квартире — это три. А какие парадоксы в жизни встречали вы? Это вот они придумали. Давай, давай, проясни ситуацию, Газамат. А ты в команде придумываешь чего-нибудь? Нет. А какие парадоксы в жизни знаешь ты? Вот в том и джерри вот такая ровная норка была еще. Поверьте на слово, у нас в Ярославле любимая забава на масленицу — залезать на столб. Как в этом обыграть стриптизеров и электриков? Лезть сразу без трусов и с пассатижами. Сын СТОшника пришел на новогодний утренник в костюме бампера. А какой у вас коэффициент находчивости? А почему не наизусть? Почему читал? Хорошо. Ну, хорошо. Поверьте на слово... Другой казах, пожалуйста. Азыке. Давай. Поверь на слово, сын СТОшника на новогодний утренник пришел в костюме бампера. А какой у тебя коэффициент находчивости? У нас в Камазяке один мужик вот собрал из простых бутылок картона и там покрышки кучу и сжег ее. Мы готовили вопрос на зимнюю серию игр «Что, где, когда», поэтому «Черный ящик». В «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. В «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. На, закуси. Пожалуйста, Азамат, повторяй. В «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. Почему вы вернулись в сезон? Неправильно. Дальше. «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. В магазин отправили Дорхова. Что в «Черном ящике»? Водка. Еще есть варианты? Пожалуйста, Спарта. «В «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. Когда откроем? В «Черном ящике» водка. Придумайте вопрос. Я эту водку купил в «Хамызяке» по адресу улица Олега Шивова, 14, корпус 3, в магазине «Касабланка» у индивидуального предпринимателя Коломбацкого Сергея Александровича. После 22.00. Я тебе говорил, что я тебя заложу? Я тебя заложил!